Привет, друзья! По многочисленным просьбам делаем вторую часть сумасшедших находок в гаражах. Приятного просмотра! Похоже, что во многих американских заброшенных гаражах мирно покоятся раритетные и местами редкие автомобили. Время от времени старые или новые владельцы открывают гараж и находят там настоящий клад. В одном из таких гаражей из штата Невада нашелся раритетный Chevrolet Corvette C1 1961 года выпуска. Автомобиль простоял в четырех стенах около 44 лет. Вероятно, владелец просто не хотел расставаться с ним или просто забыл. Раритет утратил вид, но он вполне пригоден к реставрации. На одометре значатся чуть более сотни тысяч пройденных миль. Продавец просит за редкий автомобиль 36 700 долларов. В 2004 году на США обружился ураган Чарли. Очень сильно пострадал штат Флорида. Порывы ветра достигали 240 км в час. Многие здания были разрушены. Но каково было удивление у всех, когда под обломками старого деревянного сарайчика оказалась коллекция антикварных Феррари. Автомобили 50-х, 60-х, 70-х. Модели Феррари 275 GTB, 308 GT4, 400 GT, 365 GT4 2+, 2, 330 GT 2+, 2, 410 Super America, 250 GT 58 года, 166 InterTourin. А также один стюдбейкер Аванти. Это был гараж, в котором отдыхали 27 классических Феррари. Даже в плохом состоянии с нанесенными повреждениями они стоят больше, чем современные модели. 25 лет в Нью-Йорке пылилась любопытная коллекция автомобилей, состоящая преимущественно из моделей Chevrolet Corvette разных годов выпуска. До недавнего времени машины принадлежали художнику из Германии по имени Питер Макс. История появления этой коллекции едва ли можно назвать обычной. В 1988 году музыкальный телеканал VH1 провел конкурс среди зрителей и подарил победителю 36 Corvette. Этот весьма странный приз достался плотнику Дэни Амадео. Он смог самым первым дозвониться в студию телеканала. Практически сразу же коллекция перешла в руки Максу. Он выкопил её у работяги за 250 тысяч. На сегодняшний день стоимость этих авто выросла уже в несколько раз. Макс не собирался использовать купленные машины по назначению. Они нужны были ему для некого арт-проекта. Однако творческая задумка так и не была реализована. И спорткары в течение 25 лет просто стояли в гараже. Если ты до сих пор не подписан на наш канал, то прямо сейчас возьми да нажми на эту кнопку подписаться и на колокольчик под этим видео. Ведь всё самое интересное будет впереди. В подвале наполовину разрушенного дома на окраине Брюсселя около 40 лет простояли без дела ретроавтомобили итальянского бренда Alfa Romeo. Среди запылившихся экземпляров были модели Spider, 1300 Sprint, Clean Me и многие другие. Хозяином особняка был Биль Гейз, занимавшийся прокатом автомобилей. В 1970-х годах мужчина отправился путешествовать по США, но по неизвестной причине не вернулся на родину. За право владения складом с машинами местные власти долгие годы судились с наследниками сгинувшего без вести предпринимателя. Но в результате в 2012 году родственникам всё же удалось отстоять свои интересы и заполучить уникальную коллекцию. В 2012 году в штате Небраска, также при неизвестных обстоятельствах, был обнаружен заброшенный несколько десятилетий назад склад дилера марки Chevrolet. Под толстым слоем пыли 50 штук новеньких Chevrolet простояли в помещении середины прошлого века. Среди найденных экземпляров Chevrolet Cameo 1956 года выпуска, Chevrolet Impala 1964 года, Chevrolet Corvette 1978, Chevrolet Corwire 1960 года. У всех машин пробег не превышал нескольких миль. Сохранились и наклейки с ценами на стёклах машин, и даже целлофан на креслах. Кузова этих автомобилей практически не тронула коррозия, поэтому их успешно распродали на местном аукционе. Ну а на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.